друзья всем привет вот такое у меня сегодня место затерянное было ночлега принципе здесь вообще все идеально за исключением того что либо море выбрасывает вот мусор либо местные одно из двух и никого вообще абсолютно не было потому что сюда там дорога намного выше идет и сюда надо спускаться через кустарники и ну там такой неприметный въезд я честно говоря если бы не заметил что здесь стояла вчера машина еще я бы наверное так бы и не смог бы сюда спуститься не понял что сюда нужно спускаться и в общем никого здесь не было абсолютно всю ночь как мне показалось и в итоге сегодня утром там окажется шалаш есть я обнаружил какой-то он там на горе и местный этот который в этом шалаше живет ну видимо какой-то или отшельник или еще кто-то ко мне подходит говорит там у меня завтрак пойдем будем кушать завтрак вместе пригласил меня на завтрак сейчас поеду к нему на завтрак а я еще думал где бы мне кофе как бы мне кофе согреть горячую воду и он ко мне тут же прям подходит вода чистая только вот море в эти выкидывает водоросли вот это все все такое но место очень хорошая прям чисто прям тихо спокойно и сама по себе вода в море чистая сегодня немного пасмурная погода ну в принципе круто я прям доволен что сюда заехал отдохнул как следует еще вчера стояли там турки но они уехали ночью и не бывает никогда чтобы вот вы вы приехали на море они что-то обязательно будут жарить парить это как как обычно обычно они жарят курицу там помидоры овощи на гриле и обязательно принесут в тарелочки с хлебом всегда угостят всегда вот вот приедете на пляж рядом будут турки стоять что-то готовить обязательно вас угостят но они друг друга естественно мы я им там вернул тоже не пустую тарелку и друг друга люди вот так угощают нигде не в европе нигде я вообще такого не встречал а вот в турции это вот это про просто правило это обязательно так будет вот друзья собственно координаты этого места здесь природа живописная вообще никого нету кроме этого мужика он там короче говоря здесь вода проходит 300 метров от берега он там к этой воде как-то подключился шланг прокинул и у него в общем там две палатки иногда дети к нему приезжают и он круче говоря здесь живет просто поселился вот так вот в парке в палатках живет и говорит уже несколько месяцев так живет никто ему ничего не делает у него там душ кухня газ мопед все дела короче говоря с ним поговорили так чай попили позавтракали и в общем я поехал дальше ну говорит ему здесь нравится тишина иногда только очень редко туристы приезжают и в общем никого нет потому что дороги нет асфальта нет примерно 10 километров одну и 10 километров другую сторону вот такая вот дорога грунт камни острые и поэтому сюда никто не ездит а там где он живет туда только на джипе можно спуститься вообще где ночевал сегодня и поэтому он там спокойно живет его даже никто там не трогает ну круто и вот прям он с таким вот вид но вот единственно вот эта дорога и она еще пыль поднимает я вчера помыл машину там прям все запылилось сзади сейчас опять запачкается но зато никто не лезет сюда то есть я вот сколько еду здесь ни одной машины нет нету и вот единственно кого я встретил это вот вчерашних турков которые меня угостили курицей новые ужином собственно и вот этот мужик который там живет а я туда заехал сначала и увидел сразу что кто-то там живет думал там ну типа какой-то кемпинг кафе или еще что-то и ну короче говоря не стал там останавливаться он говорит я тебя видел ты заезжал ко мне вчера и поехал на пляж остановился а он главное такой культурный воспитанный мужик смотрите какая красота дождался пока я проснулся все вечером ко мне не стал подходить и утром подошел говорит пойдем будем завтрак кушать вместе давай просыпайся вернее когда я уже проснулся искупался он ко мне подошел ну и собственно мы с ним покушали так поговорили душевно и я поехал в турции конечно нужно отметить вот это вот гостеприимство она прям на очень высоком уровне и но люди любят вот так вот приглашать угощать причем он это прям вот абсолютно бескорыстно сделал там никаких денег ничего не попросил и я ему тоже предлагал он сказал нет ты чё я тебя пригласил ты мой гость и типа путешествуешь ты в дороге ни в коем случае но естественно я там тоже его угостил там все всеми продуктами у меня там всегда в куча продуктов в холодильнике он говорит у тебя прям тут холодильник все в общем вин вин ситуация а вот здесь вот уже я вчера до сюда чуть-чуть не доехал здесь вот уже кемперы собираются на автодомах и может быть это даже там лошади может быть это даже чья-то фазенда скорее всего но все равно так или иначе я прям классно переночевал в тишине только шум волн и все больше мне никто не беспокоил еще не было жарко что хорошо не утром не было жарко не ночью не было жарко с удовольствием он сказал примерно где-то 10-15 километров будет грунт и потом асфальт начнется здесь кроме парка кроме ветряных генераторов больше ничего нет если из дороги не съедите порой такое не увидите и от людей не спрячетесь люди поэтому сюда не едут потому что здесь пыльная дорога такая не очень но к счастью я могу на своей машине ехать и вот очень много дров здесь по дороге встречается поэтому ну место интересное особенно если едете с астамбула на чем-нибудь таком на своем путешествуете в сторону из мира ну запачкаетесь но я сейчас на первой же мойке отмоюсь и в принципе буду как новенький зато очень красиво мраморное море я думаю сейчас еще чуть-чуть я доеду до моста где мы переезжали уже будет этот мост видно что на коле они готовят эту дорогу к тому чтобы ее заасфальтировать вот видно подготовительные работы ведутся и они ее заасфальтируют и рано или поздно я вообще нисколько в этом не сомневаюсь здесь был асфальт просто ее видимо периодически вот размывала вот так вот здесь с гор течет вода и вот эти вот ливни ее размыли а так такое ощущение что там асфальт есть вообще абсолютно никого нет там начинаются вот деревеньки по-моему я буду сейчас эту деревеньку проезжать и скорее всего уже после нее начнется асфальт потому что ну люди не могут же в деревне ездить по этот просто здесь населенных пунктов нет никаких один там закончился и вот второй здесь начинается и между ними между вот этими двумя населенными пунктами грунт грунтовая дорога зато очень красиво ветряные генераторы супер еще есть одно место куда можно спуститься тоже я там сейчас проезжал тоже можно прям к воде спуститься но мест на самом деле очень много и вот здесь вода течет пресная собственно поэтому буду вам рекомендовать эту область если путешествуете самостоятельно деревенька вот такая с набережной и уже асфальт там и набережная тоже очень красиво и прям вот можно на этой набережной было мне тоже встать но там где я спал в принципе тоже круто и мне очень понравилось поэтому ну здесь вариантов очень много начался асфальт идеальный очень хорошая дорога широкая и собственно по ней я сейчас буду ехать все таки вот не познав прелести не познав ада говорят не познай шара нужно иногда тоже по таким дорогам ездить грунтовым чтобы потом ценить асфальт в турции в ту дорогу по которой ехал на самом деле такие дороги достаточно сложно найти потому что практически вся турция она закатана в асфальт и там только изредка изредка где-то можно съехать на бездорожье в основном все в асфальт закатана машина вся в грязи я всегда с таким удовольствием останавливаюсь и проезжаю вот эти вот генераторы понимая о том что они делают экологически чистую энергию просто из ветра из-за того что ветер дует ну конечно говорят что это типа для птиц вредно еще что-то но так или иначе в общем это экологически чистая энергия и не надо и не надо ничего копать никакую нефть добывать ничего такого в общем все из ветра здесь не такой сильный ветер а вот в районе где бодром там полуостров дача есть там мы были зимой там прям такой сильный ветер тул и там мы тоже на холме эти генераторы ему туда поднялись там прям слышно было как ветер вот эти лопасти прям крутится такой силой чувствуется что очень большое количество энергии вырабатывается они на самом деле вот эти вот турбины они электронные и там автоматически у них настраивается сопротивление то есть чем сильнее крутится ветер то тем там есть скорость то есть редуктор есть переключение передач есть и то есть они меняют передачи то есть чем сильнее дует ветер они всегда будут крутиться с одинаковой скоростью но то есть если сильный ветер крутит то он вращает там через шестеренки сильнее будет вращать и больше будет вырабатывать то есть на самом деле здесь это все автоматизировано и все через компьютер это работает очень четко ну вот собственно здесь такие ландшафты поэтому я уже отъезжаю сейчас от берега и поеду в сторону Чанакале посмотрю там у меня есть один отель на примете, возможно там остановлюсь возможно опять тоже в машине переночую, потому что выспался я хорошо чистый воздух в принципе море, все что мне нужно было, все у меня было и этот мужик у него еще там душ был, он мне предлагал идти сходи в душ я уже не стал там этот злоупотреблять, а вообще они здесь конечно же в Турции очень-очень гостеприимны ни в одной стране мира ни в одной стране Европы я такого гостеприимства не встречал вот там допустим есть специальные места где собираются люди кемпинг то есть каждый в своей машинке максимум это то, что они возле своей машинки ставят стол и сидят то есть каждый сам по себе никакого вот какого-то такого общения нетворкинга нет а здесь люди общительные и даже если они не понимают по-английски они подойдут соберут чашку там с помидорами с курицей принесут скажут вот извините пожалуйста возьмите покушайте мы типа кушаем и вот вы тоже покушаете в Европе ничего подобного вообще я не встречал может быть я конечно не так много времени ездил по Европе но там как бы и кемпингов мало таких диких там бывает такое да в Европе можно подойти самому там типа этот ну завязать общение и как бы общаться сидеть но вот так чтобы кто-то сам подошел угостил там такого нет то есть здесь все оно такое более такое первобытное такое диковатое но в этом она и есть вся прелесть то есть люди простые люди открытые люди люди ничего не боятся людям ничего собственно от вас не надо а там в Европе но все равно как-то кто-то что-то думает что-то как-то этот а здесь все просто я потихонечку подъезжаю к вот тому месту собственно с которого у нас началось европейский европейский тур европейское путешествие именно вот здесь мы пересекли пролив Дарданеллы через мост вот там есть город Лапсики да и значит там мы пересекли переехали на тот берег и поехали туда в сторону Греции чуть ехали еще туда в сторону Стамбула по тому берегу и вот собственно вот этот мост его уже видно мост очень красивый и я еще тогда про него рассказывал он мне понравился в общем сейчас я сделал круг по Европе и вернулся вот с другой стороны значит этого моста в принципе можно было заехать тоже через Болгарию и также потом туда дальше попасть но я почему-то подумал что будет интереснее через Грецию потом в Италию и в Испанию и на пароме и в общем ну на самом деле да тур был очень интересный мне прям очень понравилось но тяжело по Европе путешествовать в плане менталитета в плане менталитета у них там все зажато затянуто и в общем все у них там все они там считают в отелях там вам чайники никто не даст отели сами по себе много стоят и ну короче говоря кемпинг можно только в определенных местах делать столько много всяких разных нюансов в этом плане Турция конечно это вот рай для путешествий и тоже с богатейшей историей страна очень много античных памятников средневековых памятников и вообще всего что угодно и море есть и цены доступные причем цены вы будете платить все то же самое получать будете вернее все то же самое но платить будете в 2-3 раза больше начиная от топлива будете больше платить в Европе и за еду и за проживание за все 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 просто в Европе может быть там какие-то красивые места в Испании на севере Испании нам очень понравилось где может быть еще даже не знаю где еще в общем как-то мы проехали всю Европу мы в Италии тоже где-то горы итальянские вот эти тоже было круто в общем круг сделан 8 да какой там 8 больше это вот в Испании у меня было 8 тысяч километров еще до туда сколько 1015 наверное проехал по Европе мост вблизи очень красивый мост и здесь еще есть порт из которого вы можете отправиться в Стамбул и потом там не доезжая еще тоже был порт даже в котором было написано Кемер я не знаю это возможно даже для Кемера тут ходят корабли и транспорт на самом деле здесь очень хорошо развит и водный транспорт развит и ферри развит и мосты то есть обычно всегда когда вот такой есть мост большой с платным проездом то еще будет ферри и примерно будет цена такая же возможно даже на ферри иногда меньше цена то есть они конкурируют потому что я не помню сколько мы заплатили тоже что-то 200 или 300 или 400 лир какие-то такие деньги но все равно в любом случае это в любом случае меньше чем объезжать этот пролив и ну по-другому вы никак не сможете только либо вот на корабле либо через этот мост одно из двух а все равно даже если вы поедете в сторону Стамбула там везде тоже платные мосты либо туннели никак все равно вот этот кусочек перебраться с европейской части с азиатской части на европейскую это всегда надо платить оплачивать в любом случае и поэтому вот этот промежуток все что связано с этими проливами пролив Дарданеллы и Босфора это вот всегда исторически контролировалось и всегда все хотели сюда залезть и то есть это всегда имело ценность именно потому что здесь как бы все соединяется все в одном месте центр мира можно сказать ну по сути да потому что Константинополь в свое время здесь один из самых крупнейших городов был а потом естественно Истамбул Лапсики заканчиваются до Чанакале так там примерно километров 35 наверное 40 и вот здесь этот мост он называется 1915 это год и еще 1915 по-моему здесь метров или еще что-то типа поэтому то есть две цифры совпали и поэтому его так назвали но на самом деле мост очень красивый и он длиннее чем тот мост который я проезжал там рядом со Стамбулом да ну и по цене вроде бы этот больше стоит я точно не помню но этот мост конечно же сэкономит очень сильно вам и время и деньги и вообще все что угодно я честно говоря не знаю сколько стоит проехать по фэри но я думаю через мост вы взяли заехали и съехали и заплатили все вы на том берегу фэри наверное нужно будет ждать там билеты будут не будут там нюансов много приехал опять на берег это Перхам-Кале мы здесь с вами были уже Асос Перхам-Кале здесь у меня за спиной крепость там большая и в общем мы не стали заходить и я сейчас тоже проехал вечер 7 часов вечера почти что думал там тоже будет меньше людей ничего подобного по-моему людей было еще больше и в общем мест не было парковок не было и короче говоря я поехал дальше мы здесь с вами уже останавливались на побережье там была галька там тоже мне очень понравилось ночевать в оливковом саду я сейчас тоже под вечер как раз сюда приехал наверное сейчас тоже найду место и где-то здесь заночу здесь очень много кемпингов тоже всяких разных отелей и сейчас буду искать как раз место где здесь остановиться вот такая у меня романтика сегодня друзья тишина только волны ни жарко ни холодно только совы и костер романтика курочку пожарил в соевом соусе сегодня я опять провел ночь вот в таком вот месте классном я уже здесь останавливался вот здесь вот ребята сделали вот такой вот кемпинг классный асос кемпинг бич ну и вы также можете в принципе остановиться на пляже как я собственно делал до этого и как я сегодня тоже остановился а можете вот сюда заехать здесь все культурно вот так вот за заборчиком вот так он в кугле называется и это недалеко от Берхам-Кале Асос вот от этих достопримечательностей и собственно вот здесь вот далеко от дороги там в сторону дороги вот такие вот идут оливковые рощи значит здесь такая дорога грунтовая но место классное я прям сюда с удовольствием приезжаю и тогда я выспался здесь классно энергетика такая хорошая и познакомился тоже сегодня с ребятами из Болгарии они на кемперах приехали говорят в Болгарии вот так вот не поночуешь диким образом обязательно нужно заезжать как и в Европе на кемпинги иначе штрафуют и так далее поэтому здесь они тоже кайфуют но им здесь вообще совсем близко через границу только перейти и собственно все я сейчас поеду не знаю куда в сторону из мира думаю поеду прокачусь посмотрю что там цены вот начало сентября цены на отеле почему-то держатся до сих пор на некоторые прям вообще сильно поднялись цены были праздники по-моему сейчас еще до сих пор идут праздники мусульманские но хотя бы жары нет жары нет и соответственно я могу спать в машине спокойно поэтому в принципе мне без разницы вообще сколько стоит отели я нахожу нормальные цены нормальный отель останавливаюсь нет нормальных цен нормальных отелей еду просто дальше и все у меня все просто вот так вот проходит вот эта трасса и дорога вернее и от нее чуть-чуть глубь от этой дороги туда вправо к морю я собственно ночевал сегодня ну здесь трасса и 87 еще дальше ночью здесь практически машины не ездят и еще плюс ко всему она еще туда вглубь уходит этот кемпинг то есть там такая роща и не прям на самой трассе как вот здесь вот люди прям возле трассы стали а там такое место интересное и прям внутри в глубине то есть таких мест здесь на самом деле мало они все либо платные либо ну короче говоря прям возле дороги вот Нива стоит советских машин российских очень много на самом деле возле в Турции и вообще на Балканах я встречал вот ну красивая здесь территория местность прям красивая мне нравится я первый раз когда сюда приехал когда мы ехали в Грецию я прям удивился что здесь прям так у них все четко и море чистое красиво и песка нет что самое главное когда вы приезжаете на кемпинг лучше предпочтительнее чтобы была галька ну и соответственно море будет чище потому что если вы видите мелкий песок то скорее всего когда будут молны подыматься будет мутная вода а если такой крупный песок или галька тогда море чистое вот у меня сегодня по плану заехать в Toyota Center в Измире найти масло 0.16 я заметил такую тенденцию что они в гибридах заливают в Европе вообще 5.30 или что-то 10.30 типа того в гибриды а здесь они заливают 0.20 вообще по идее нужно именно гибридное масло 0.16 исцеливать гибриды и оно дольше ходит и ну оно именно специально для гибридов потому что вот гибридный мотор он так устроен что он включается запускается и глушится очень много раз за поездку вот я могу ехать и там за час он у меня условно может сто раз заглохнуть и запуститься ну он так устроен то есть он без вреда это все делает для своей конструкции и в принципе это как бы все допустимо так мне надо налево в измер о свадьба номера сняли написали что они свадьба это трасса и 87 и 550 она бесплатная широкая и в общем что я хотел сказать что масло жидкое должно быть потому что он постоянно постоянно у него старт-стоп постоянно старт-стоп и именно вот именно вот в эти моменты когда двигатель запускается глохнет именно в эти моменты они наиболее такие идут как бы губительные то есть нагрузка именно в эти моменты идет и поэтому масло должно немедленно прям сразу смазывать там все там конечно есть масляная пленка но все равно чем жиже тем быстрее оно поступает это вот даже бывает у людей когда слишком густая кровь это плохо раньше даже многие болезни кровопусканием лечили и сейчас тоже многие сдают кровь для того чтобы ну разжижить кровь и чтобы было лучше то же самое и с мотором то есть в двигателе масло это как кровь и поэтому оно именно должно быть по стандартам а не так как в Toyota Center приехал а мы 0.20 заливаем а 0.20 как бы допустимо но нежелательно поэтому это все нужно эти моменты все изучать я помню когда мы здесь проезжали в сторону Греции в обратную сторону здесь был какой-то мусульманский праздник и вот эта вот трасса и 87 она просто стояла потому что люди парковали машины вот вот здесь вот где знаки пизде короче говоря парковали машины шли купаться где им вздумается и в общем здесь прям затор был особенно на светофорах прям пришлось постоять мы тогда наверное только в пробках здесь целый час потеряли а сейчас вот спокойно еду я и в общем вообще машин нет ну рабочий день а кстати сегодня выходной уже суббота и все равно нет машин а я-то думаю почему там смотрю отели что-то подняли цены видимо из-за того что выходные и многие отели либо просто распродано все либо мест нет ну ничего страшного проезжаем мимо из мира и оказался здесь как раз на набережной которая мне тогда еще понравилась и в общем я еще тогда ее ходил вам хвалил также здесь автодома стоят ну насчет не знаю можно здесь кемпинг делать или нет как раз время заката многие местные приходят посмотреть вот так со своими стульчиками просто на закат порыбачить ну очень красиво отсюда кстати видно все достопримечательности вот эти два две башни это тоже одна из достопримечательностей потом старый город если туда поехать тоже будет видно и я сейчас чуть разомнусь как раз поеду туда дальше на полуостров там должны быть в принципе и пляжи и природа получше здесь никто не купается только рыбаки рыбачат и гуляют просто как парк набережная она туда еще будет потом проходить после порта там тоже будет набережная ну измир очень большой город он по-моему после Стамбула и после Анкары наверное на третьем месте даже ну очень самобытный город и туристический здесь мало туристов здесь в основном местные и в общем независимость от Турции она отсюда пошла то есть Ататюрк свое движение начал именно вот с этих краев все круто единственный минус это вот дорога и я наверное не буду спать возле дороги потому что ну достаточно шумно и не хотелось бы я думаю нету в этом смысла спать прям возле дороги друзья у них здесь свадьба и такой прикол что они заклеивают номера передние и задние номера заклеивают видимо нарушают или еще что-то ну примерно так же похоже как у нас только у нас номера никто не заклеивал в общем я сейчас открыл там приложение Park for Night и там просто немерено этих мест где можно остановиться и я думаю я не буду возле дороги останавливаться там можно прям с видом на море остановиться друзья я сейчас посмотрел другим взглядом уже на Измир после Истамбула он конечно кажется вообще таким классным у них вот эта набережная такая длинная вся ухоженная красивая потом еще трамвайчики тоже тут рядом с этой набережной ходят травка такая зеленая рыбаки со своими удочками сидят закат корабли стоят в гавани и ну как-то все так мимично после Стамбула сумасшедшего там сам гонщик ну вот гонщики тоже попадаются но все равно город город классный нужно сказать у него здесь еще исторических достопримечательностей античных очень много тоже богатейшая история у города и погулять найдется всегда где и в принципе пробок нет несмотря на то что я сейчас вот еду насквозь его практически проехал не по объездной здесь объездная дорога есть а я проехал прям через весь город по набережной решил проехать и вообще ни одного светофора по сути не было вот туннели в Турции это естественно это прям прям как будто бы так и должно быть я помню в Марселе ехали мы там в туннели там там только место для одной машинки и зазора вообще ни по бокам ни сверху нет и что-то заплатили какие-то деньги там сумасшедшие а здесь прям вообще все четко и вот эта набережная она вообще не заканчивается и идет и идет вот я сейчас проехал старый город там был исторический культурный центр и она полностью вся так вылизанная чистенько и общественный транспорт очень хорошо работает везде туалеты общественные ну все четко в Стамбуле тоже как бы четко но Стамбул он более наверное такой какой-то грязный что ли не знаю а вот из мира это вот прямо именно вот такое турецкий мегаполис именно вот про Турцию про большой город турецкий вот вот такие трамвайчики здесь ходят не полностью не по всей набережной но какую-то часть можно на этих трамваях проехать и это на самом деле очень удобно потому что если вы собрались идти гулять и устали вы всегда можете как бы сесть на трамвайчик и вернуться туда куда вам надо так я сейчас значит еду вот на этот полуостров который рядом находится с измиром хочу посмотреть что там потому что когда мы ехали сюда в сторону Греции мы я оставил это на потом и в общем как раз настал тот момент когда наступило это потом и в общем я решил посвятить наверное сегодня завтра но сегодня я буду искать место для отдыха я не знаю это либо связано с тем что выходные очень много людей на улицах отдыхает либо какие-то праздники еще возможно светофоры вроде бы как бы есть но они все такая волна зеленая поэтому я прям четко проехал и так вот здесь две дороги одна уходит туда я по берегу наверное поеду буду место искать себе для ночлега но если ничего подходящего не найду я всегда смогу заселиться в отеле потому что отели здесь просто немерено а здесь в общем несколько дней будет тут ветер сильный и это конечно же рай для кайтсерфинга для тех кто именно вот с помощью ветра катается по морю на волнах и короче говоря я вечером вчера приехал вот сюда где эта площадка увидел в общем эту лужу и так далее и короче говоря решил поехать в другое более сухое место на самом деле в принципе можно здесь было стоять и ничего страшного вот так здесь все размыло и я вчера тоже вот так же приехал как этот пикап проехал ну вечером это все выглядело более так эпично и я еще там поговорил с ребятами они говорят ну типа никто не знает может быть воды больше придет может быть воды меньше придет поэтому типа я бы на твоем месте рисковать не стал здесь очень много других мест где ты можешь встать переночевать поэтому встань типа выбери себе лучше другое место ну я впрочем так и сделал и в принципе нисколько не жалею об этом а сюда просто сейчас приехал и посмотрю как они катаются как они это все делают здесь в общем друзья место однозначно прям уникальное конечно для меня честно говоря загадка как они там разруливают это все в море потому что они достаточно рядом летают а вчера он вообще здесь там луна была прямо по курсу и один вот этот кайт серфинг он ночью катался я такое видел только где-то наверное в Алане рядом с Алане там тоже где пляж Клеопатры там тоже собираются но там песок и там мне кажется не так ветрено здесь прям сильный ветер и конечно для них это рай но удивительно что может любой желающий приехать и собственно покататься здесь и позаниматься вот этим вот кайтсерфингом здесь сейчас инфраструктура бары всякие разные рестораны в общем все что угодно все есть большая парковка бесплатная у них еще компрессоры то есть его нужно надувать эту штуку и везде валяются шланги компрессоры мне кажется люди пользуются этим бесплатно чтобы насосами не качать компрессора сразу моментально надувается парус надувать красиво конечно дорога серпантин проходит возле моря не могу сказать что прям очень много супер много зелени но все равно наверное самые зеленые участки в Турции на побережье это вот от Бодрума и наверное где-то туда до Алани примерно до Анталии там очень много зелени а здесь такая растительность средиземноморская но все равно дорога красивая любая дорога которая идет возле моря она в любом случае будет красивая тем более если она прям рядом с морем там идет какая-то дорога такой контраст и полуостров здесь очень ветрено я не знаю я сейчас забронировал отель в центральной части не знаю даже будет там ветер или нет но посмотрим переехал я на восточную часть полуострова этого не знаю честно говоря как он называется в общем рядом с миром и ландшафт напоминает это очень сильно наш копчегайский ландшафт даже вот так вот если посмотреть как будто бы в копчегай куда-то приехал купаться тоже как у нас водохранилище рядом с Алматой тоже такая же сухая трава и ну единственное море здесь чуть-чуть более такое красочное ну и вода соленая естественно а так вот растительность по сути все такое очень много мест здесь где можно остановиться с кемпингом но сухо и ветрено то есть вот машина проехала сразу ветер поднял пыль моментально чешме называется это место ну весьма здесь культурно у них здесь пятизвездочные отели есть мировых брендов хилтон свисотел и так далее вот свисотел справа что хочу сказать сейчас проезжал там справа еще пляж у них тоже такой культурный широкий с песком большой и здесь не так сильно ветер дует как там где я сегодня останавливался возле этой школы серферов ну и так еще густо заселен полуостров я думаю это связано с тем что он находится именно непосредственной близости с измиром и измира люди просто приезжают сюда отдыхать потому что в измире там ни пляжов ничего такого нет и в принципе все сюда едут и есть магистраль тоже скоростная ну и по д300 можно быстро доехать поэтому у них здесь четко все такой у меня отельчик друзья сегодня здесь очень большая парковка что немаловажно видеонаблюдение период и он находится возле дороги но номера все выходят как бы туда поэтому в принципе я думаю нормально нормально будет посмотрим сейчас они говорят комната еще не готова нужно чуть-чуть подождать я рано приехал но отель почти полностью забит очень много гостей он находится не на первой линии но в принципе у них есть шаттлбасс до моря и есть бассейн ну и вообще в принципе здесь весьма весьма культурно я я читал отзывы там было несколько отзывов не очень хороших и люди пишут что типа не 5 звезд никакие и что типа как будто бы трехзвездочный отель честно говоря я ожидал вообще что будет намного хуже но на самом деле прям весьма весьма культурно и я наверное даже еще одну ночь может или две ночи забронирую и остановлюсь здесь еще на пару ночей он стоит около 55 или 60 евро что-то типа этого но это вообще ни о чем потому что завтрак и ужин включен в эту стоимость и в итоге там остается на комнату ну не знаю наверное где-то 30 евро вот так вот и здесь еще есть горячие источники термальные то есть вот бассейн с водой с обычной и с термальной водой и соответственно еще есть внутри еще один крытый бассейн чуть позже вам покажу он тоже с такой водой с термальной в европе за 60 евро это вот хостел на двоих снять в барселоне естественно без завтрака без ужина здесь такой классный отель еще и шаттл на море и бассейны термальные я сначала подумал что здесь один бассейн оказывается здесь два бассейна вот он второй бассейн и отель весьма такой прям крупный большой еще у них есть помимо этого собственный пляж я думаю я туда отправлюсь чуть-чуть попозже сейчас пока не заселился пока здесь буду так друзья комната на самом деле достаточно маленькая но в принципе я как бы не буду здесь проводить много времени самое главное что оно белое и хлопок в 4 часа будет автобус на пляж и я здесь поеду чуть позже буду загорать ну территория отеля на самом деле намного интереснее чем комната потому что комната во-первых маленькая во-вторых ну как бы старенькая здесь все и вид и вид вид ну вот такой вид то есть не очень балконы тоже все маленькое пляж значит находится примерно в 7 километрах от отеля ну автобус везет вас бесплатно и вы бесплатно сюда заходите вообще стоит вход 350 лир на этот пляж это как бы такой частный пляж приватный но если вы останавливаетесь в отеле вы в принципе можете здесь бесплатно находиться ветрено очень ветрено и вот эти дни и вчера и сегодня и поэтому море такое чуть-чуть вода чуть-чуть грязная немного они готовятся какое-то мероприятие будет делая то есть вы можете приехать заплатить деньги за вход и позавтракать и провести в принципе здесь время 500 лир вместе с завтраком стоит вход это 20 долларов ну в принципе нормально потому что они полотенца все дают но вода очень мутная я думаю это связано с тем что ветер дует и поднимает волны хотя здесь мухта в Турции я конечно и почище пляж видел да перехвалил я наверное этот отель на мое удивление здесь рядом в Кишме я обнаружил вот такое место интересное здесь скалы из какого-то белого камня и эти пляж никакой этого структуры вот один барчик только и люди приезжают в своих машинах здесь в общем многое время хватает что поднимается все-таки пыль и в принципе вода чистая я вот даже не знаю оставаться мне здесь или ехать дальше там прямо в камнях ставят палатку и вот эти вот пещеры то есть они сообщаются там где-то можно залезть и вон там где-то вылезти то есть по пещерам по этим внутри там можно полазить с палатками очень много людей на мое удивление здесь рядом в Кишме я обнаружил вот такое место интересное здесь скалы из какого-то белого камня и эти китряж никакой вот структуры вот один барчик только и люди приезжают на своих машинах здесь в общем многое время хватает что поднимается все-таки пыль и в принципе вода чистая я вот даже не знаю оставаться мне здесь или ехать дальше там прямо в камнях ставят палатку и вот эти вот пещеры то есть они сообщаются там где-то можно залезть и вон там где-то вылезти то есть по пещерам пойдем внутри там можно полазить очень много кемперов но все на турецких номерах и палаток тоже очень много там тоже кемперы оффроуд кемперы а вот это вот человек здесь шалаш сделал он по-моему живет здесь координаты собственно этого места и на самом деле здесь не один только пляж здесь их прям несколько этих пляжей и один переходит в другой я сейчас посмотрю попробую там нашел место под деревьями попробую там встать если получится то здесь останусь еще один пляж и вон там вот прямо под деревьями я присмотрел одно местечко сейчас попробую туда заехать если получится то останусь здесь я так думаю в общем друзья вот так я припарковался там одно колесо было ниже но я наехал на камень и сразу машина выровнялась ровненько стала прились полного привода что мы на камень наезжали вообще долгодно ну и вот опять с видом на море спать сегодня на самом деле место очень красивое и очень уникальное потому что сюда даже свадьбы приходят фотографии свадебные делать вот здесь одна парочка и еще вон там ну отсюда их не видно но в общем здесь белый песок такой же в принципе как на Мальдивах и очень чистая вода и еще портится погода завтра наверное дождь будет все очень красиво и в то же самое время эпично сегодня я провел вот в таком классном месте ночь здесь все отели сосредоточены хилтан ну все в общем пятизвездочные отели самые такие престижные и вот немного дальше казино здесь чуть-чуть дальше я вот там ночевал ну там в принципе не только я там еще много разных людей других было вот в общем координаты этого места если поедете в сторону вглубь полуострова кушедосы это вот сразу после хилтона здесь хилтон на этом полуострове и собственно можете приехать там отдохнуть мне понравилось пляж очень чистый белый песочек такой волн не было как с той стороны с той стороны просто нереальные волны были ну и в целом вода такая чистая тепленькая очень соленая поэтому и никакой заразы там нету еду значит здесь еду куда-то съехал с дороги возле моря поехал и в общем абсолютно случайно вообще оказался возле амфитеатра здесь агора даже не знаю как это место называется теос по-моему или может что-то типа этого а да возможно это теос потому что я с другой стороны заезжал и с другой стороны там не было заезда вернее там был заезд платный а я просто здесь оказался где местные жители живут и собственно заехал со стороны где живут люди просто обычные то есть здесь какая-то такая тропинка или еще что-то типа этого и они конечно же не могут сюда ограничить въезд и собственно вот здесь раскопки амфитеатр дорога не знаю я там смогу проехать или нет сейчас попробую везде развалины повсюду валяются и короче говоря вот так это все выглядит вон там ящерицы гигантские ползают по стенам это что за ящерица вообще такая бараны капец ящерица это какая-то непростая ящерица вот вам и турция друзья ну что куда ползешь капец это какой-то ящерица баран какая-то очень большая ящерица переросток вот агора 200 метров вход ну и в общем собственно все здесь вот так выглядит такое ощущение что они здесь вели-вели раскопки и просто это в какой-то момент бросили нафиг все и по-моему если я не ошибаюсь вот так выглядела древняя канализация из глины ну либо водопровод либо еще что-то такое очень сильно похоже они из глины делали типа глиняные горшки такие и получалась канализация да здесь были раскопки и вот в какой-то момент у них видимо терпение лопнуло либо теньки закончились и они это все перестали копать а вот привезли новые блоки из них они видимо хотят это все восстановить ну да здесь был древний город прям можно просто вот зайти вот так вот у меня такое ощущение что я с другой стороны просто заехал с задней части в Турции такое бывает что вы просто приезжаете совсем абсолютно с другой стороны где ну никто не знает что сюда можно так попасть кроме местных а местные здесь продолжают жить потому что ну им как бы не могут сюда ограничить доступ и собственно просто совершенно случайно вообще по незнанию наткнулся на какой-то амфитеатр древний и вообще площадь агору и вообще все такое еще здесь из-за того что ну культурный слой около двух метров это все находится где-то на глубине двух метров минимум потому что вот за это время все сколько здесь прошло тысячелетий я даже не знаю столетий в общем за это все время это все почва завалило ветром листиками и камушками всякими разными еще чем-то а раньше это все вот находилось вот так здесь вот это похоже фонтаны были части фонтанов очень интересно оливковое дерево очень старое в сторону сельджук и кушетасы проходит вот такая вот дорога очень живописная возле моря дорога прям проходит и широкая и тоже здесь встречается очень много мест где вы можете остановиться отдохнуть бухты лагуны встречаются очень красивые и я думаю я еще буду ехать дальше потому что 3 часа всего лишь время и уже ближе к вечеру там буду в том районе искать я тут обнаружил одну бухточку очень красивую вроде бы как бы возле трассы но все равно там в лесочке в глубине сейчас попробую туда заехать вот с правой стороны прям возле дороги сейчас нужно понять как туда заехать короче я нашел здесь еще лучше место с душем с двумя туалетами вон там под деревьями можно встать в принципе на любых машинах а здесь вот люди притащили диваны сделали навесики палатки поставили печки поставили ну в общем лодка у них здесь все условия короче себе создали и живут здесь просто вот в шалаше на берегу моря детские надувные всякие разные принадлежности удочка велосипед все здесь рядом прям с туалетом а я думаю еще где-то вот там встану море очень чистое и пойду купаться удастся 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 удастся